Людмила Григорьевна, Вы представили такую замечательную, блистательную базу, к Вас всегда просто слушать и слушать. Но вот все-таки самое важное из того, что Вы хотели сказать? Самое важное... У Вас 20 минут. Нет, зачем? Я попробую уложиться меньше, чем в минуту. То, с чего мы начали сегодняшний наш симпозиум, что длительное время мы у больных первично операбельным гербопозитивным раком молочной железы не знали, что с ними делать. Оперировать, технически операбельно, и потенциально избавить пациентку от некоторого количества ненужной химиотерапии, получив те же самые результаты. Могу сказать, что и я длительно до появления результатов исследований Катрина была я сторонником оперировать пациенток первично операбельных. Сейчас по результатам этого исследования, поняв, что проведя предоперационное лечение, мы все-таки уже имеем дело прочувствовать данную конкретную опухоль на потенциальную эффективность проводимого лечения, и мы увеличиваем процент пациентов, которым мы дарим большее время жизни. Почему? Потому что, когда мы оперируем и потом проводим базис адюантного лечения, вот этот процент, мы не знаем, у кого опухоль была бы остаточная, была бы у остаточной опухоли, у кого нет. А здесь мы уже видим этих пациентов, и дополнительное число больных получают новый вариант лечения, позволяющий действительно увеличить продолжительность, ну, во всяком случае, жизни без прогрессирования. То есть мы получили, как я бы сказала в последнем своем слайде, новый предиктивный фактор. Не только прогностический, предиктивный. У нас появляется возможность отобрать популяцию пациентов, нуждающихся в конкретном варианте лечения, как мы когда-то начинали отбирать больных, нуждающихся в гормонотерапии. И это требует большой и кропотливой работы наших патологов. Да, и огромное им спасибо, поскольку они тоже не сидят сложа руки. Вы посмотрите, еще год назад, ну ладно, год уже назад можно было, пять лет назад никто не занимался определением резидуальной опухоли, а тщательно выписывали по Лабниковой первую, вторую, третью, четвертую степень лечебного патоморфоза, абсолютно не представляя себе, что же клеточность, клеточный состав этой остаточной опухоли. Поэтому огромное спасибо нашим морфологам, которые идут в общем-то ногу в ногу с нами, даже уже стали опережать, и нам приходится за ними подтягиваться, чтобы обеспечить их работой, и самое главное, чтобы правильно интерпретировать те результаты, которые они нам стали показывать сейчас. Спасибо большое. Ну, все мы знаем, все клиницисты, что самая, как бы, трудная ситуация, самая агрессивная опухоль – это хердопозитивная и трижды негативная. И те и другие опухоли мы стараемся по возможности начинать с неводевантового лечения, начиная с ТВС. Это, как бы, понятна попытка. Но если при трижды негативной, все-таки, мы еще не находим этих хороших вариантов, кроме капитистабина, да и то очень спорно, то все-таки именно при хердопозитивном, как и сегодняшний доклад, показали явный прогресс. Вот, причем, скажем, вот на АСКО Санда Свейн, бывший президент АСКО, докладывала данные от Леопатра, значит, восьмилетние результаты при четвертой стадии рака. Восемь лет уже многие живы, что говорили, ну, бреют два препарата плюс, значит, доцитоксал. То есть уже вот эти, цикл этих работ, начиная с четвертой стадии, потом неводевантовое лечение, показывает, что... А сейчас уже получен новый амин... Их тоже, она же докладывала в другом уже, там постер, постер дискашн, новый иммуноконъюгат, который еще более, судя, эффективен, чем ТДМ. Вот, то есть вот в этой части все-таки есть направление и результаты. И очень приятно, как бы, это видеть. И тем более, большая часть вот этих пациентов подвергается потом, не говоря уже о полном реглистсе, органно-сохраняющем лечении. И, конечно, другая ситуация, но это мы позже, судим на следующей сессии, там при трижды дегативе, и даже люминальных опухолях. Ну, люминальных опухолях редко достигается полный реглист, там не более 5%. Правда, это не означает, что это очень плохо, потому что другая опухоль, другие типы, там все определяется через 5 и более лет. Вот, но, в принципе, как бы, вот, подход неадювантный, и, конечно, он права. Это один из предсказующих признаков, что если достигнут полный регресс, это один вариант, это, значит, абсолютно точное попадание. Вот, если не достигнут, то какова степень там резидуально? Минимально резидуально или вообще там без эффекта? Вот, то есть это дополнительный к определению иммуногистохимии признак, который позволяет отслеживать и смотреть за судьбой этих пациентов. Поэтому мне кажется, что мы имеем все основания поздравить всех исследователей, что вот в этой части все-таки есть, во-первых, уже определенности, и там есть перспективы большие и на будущее. Вот, потому что понятно, что у многих пациентов, вот, и метастаза центральной нервной системы, и так дальше еще много проблем надо решать. Ну, вот, если появятся и другие мишени дополнительно, но мы не говорили про иммунотерапию, которые сейчас исследуются именно при, тоже и при херго-позитивном заболевании, где можно получить еще дополнительный эффект от ингибиторов ПДА-1 и так дальше. Ну, это отдельный разговор. Эти те направления, которые исследуются, я думаю, в ближайшее время мы будем уже рассматривать результаты и этих направлений. Продолжение следует...